Я обещала почитать вам книгу о Фаине Раневской. Вот эту книжку я вам сейчас немножко почитаю. Несколько строк, самую малость. Называется она «Фаина Раневская. Я буду смеяться последней. Исповедь и неизвестные афоризмы великой актрисы». Первый вопрос. Зачем писать? Я уже пыталась, даже писала, потом все уничтожила. Глупо. Аванс пришлось вернуть. Очень трудно говорить о себе, даже в воспоминаниях. Плохо не хочется, хорошо стыдно. Пусть уже лучше другие говорят. Но недавно услышала, что вполне приличное по меркам порядочности общество, Весь вечер развлекалась, вспоминая мои перлы, Наперебой рассказывая разные анекдоты из моей жизни, Восторгаясь острым языком и нелицеприятными выражениями. И стало вдруг страшно. Я старая, по-настоящему старая. Жизнь прожита, меня не будет. Что останется? Чем запомнят? Мулей? Пионеры, идите в жопу. А ведь были десятки сыгранных и несыгранных ролей. Дружба, работа и просто встреча с такими замечательными, гениальными людьми были. Наконец, тысячи умных мыслей и достойных желаний. Я такая старая, что пережила не только тех, с кого должна была брать пример, Но и тех, кому должна была его подавать. Хотя брать хороший пример можно и нужно в любом возрасте, И с людей любого возраста. Очень не хочется остаться в памяти только злым языком, Анекдотами и бытовым кретинизмом. Что есть, того не отменишь. Но кроме острого языка есть еще не такие уж злые мысли. Как с ними быть? Задумалась и поняла, что если уже писать воспоминания, То не о том, как жила, и с кем из великих, и просто интересных людей встречалась, А что думала, чувствовала. Что мне эти встречи дали? Почему моя судьба сложилась счастливо и столь несчастна одновременно? Почему столько несыгранных ролей? Почему всю жизнь одиночество? Мне грешно жаловаться на недостаток признания и славы, Но не то. Все не то. Могла одно, сделала другое. Ценила одни роли, награждали и любили за другие. По улице из-за узнавания и популярности шагу не ступить, А дома и слова за целый день можно не услышать. Только собачьи глаза моего мальчика. Почему? У меня есть слова о том, что хватило ума глупо прожить свою жизнь. Глупо ли? А как надо умно? Судьба дала мне главное. О чем я так просила сцену и талант играть на ней. В качестве оплаты забрала все остальное, Оставив одинокой, никому не нужной старухой Уже много-много лет назад. Я больше не успела, чем успела. Не сделала, чем сделала. А вот понять успела в жизни многое. Чужой опыт никогда не учил. Не только дураки учатся на своих ошибках. Умники тоже. Но если мой опыт ничему не научит, То хотя бы наведет на умные мысли. Ошибки и глупые поступки тоже способны дать пищу к размышлению. А если таковую дадут еще и мои мысли, То, пожалуй, хоть кто-то, пробежавший глазами мои записи, Вспомнит, что у Раневской были не только муля. И если скажешь правильно, Вовсе не значит, что тебя правильно поймут. Что лучше, не высказываться совсем Или на каждом шагу объяснять, Что именно ты хотела сказать? Вот так звучит предисловие к этой книге. А вот несколько строк из самой книги. Глава первая. Детство в семье без семьи. Татьяне Тесс благодарные читатели Чего только не присылали. Помимо подарков, часто нелепых и писем мешками Были первые собственного сочинения. Грешно смеяться, но один запомнился. Я родился в Москве. Родила меня мать. Невольно родилось продолжение. Тетке некогда было в ту пору рожать. Так вот, меня тоже родила мать. О занятости своих теток Ничего сказать не могу, не знаю. Но родила не в Москве, а в Таганроге. Замечательный город. К тому же быть землячкой Чехова почетно. Моей заслуги в том нет, и вины тоже нет. Родители постарались. В попытке написать биографию Я дальше фразы «Мой отец был небогатым нефтепромышленником» Далеко не ушла. Это правда. У Гирши Хаимовича Фельдмана Имелись некие активы в недвижимости И нефтедобычи. Фабрика сухих красок, Небольшой пароход Святой Николай, Большой дом и даже собственный дворник. Что восхищало меня куда больше парохода. Пароход что? Вот дворник. Это да. Кстати, Святой Николай даже имел Некоторое отношение к большой, Даже великой литературе. На нем путешествовали по Черному морю Лев Николаевич Толстой. На меня это не производило Ни малейшего впечатления. Куда колоритней Какого-то Толстого казался дворник С его медалью за мужество. Мечтала иметь такую же, Совершив какой-нибудь героический поступок. Поступки не подворачивались. Никто на моих глазах не тонул, Не выпрыгивал из горящих домов. Лошади не несли, Опрокидывая повозки. В Таганроге не случалось ничего, За что пятилетняя девочка Могла бы обрести заслуженную награду. А как хотелось. Дворник был неистащимым кладезем Запретных выражений И предметом для подражания, Что не могло нравиться моим родителям. Моя жизнь в искусстве Началась года в четыре. Раньше просто не помню. Дворник так колоритно ругался, А еще мне очень понравилось, Как кричал продавец мороженого И нищенка, просившая милостыню. Я пыталась подражать. Цыкала сквозь зубы, Материлась, зазывала. Сахарно морожено! И просила копеечку, Христа ради. Сначала родители смеялись, Потому что шамкающая старуха В изображении четырехлетнего ребенка Явно была уморительной. Потом смех паутих. И все же первые годы Мне не мешали, Но только первые. Среди игрушек, Что часто бывало в те времена, Оказался набор для спектакля «Петрушка». Небольшая ширма, Простые куклы Стали моей отрадой И моим домашним триумфом. Разыгрывать спектакль, А потом выходить из-за ширмы И степенно кланяться. Очень трудно не стать такой, Какой тебя хотят видеть. И если это видение Еще и не совпадает С твоим внутренним миром, Борьба становится смертельной. Семья обеспеченная, И, как полагалось, Старости синагоги Весьма строгая. Отец казался деспотом. За любую провинность Следовало наказание. Иногда даже порка. За леность Или нежелание подчиняться Правилам особенно. Может, отсюда у меня Это самое нежелание Подчиняться правилам? Отца боялась, А потому не любила. Мать очень впечатлительную, Даже несколько экзальтированную Обожала. К сожалению, Безответно. Нас в семье четверо. Белла, Яков, Я и Лазарь. Мне было лет пять, Когда Лазарь умер. Это страшное горе, Я помню. Хотя тогда Едва ли сознавала, Что произошло в действительности. Белла, Хорошенькая и общительная, Была умницей И папиной надеждой. Яков, Наследника, И тоже надеждой. Я была. Ни кем. Некрасивая, Заикающаяся, Вечно погруженная в фантазии, Или кого-то передразнивающая, Но главное, Неспособная к обучению. О, Этот штамп мне поставили В первый же год в гимназии. Я фантазировала. Фантазии принимали за вранье. Не была способна Подолгу слушать Нудные речи учительниц. Считалось, Что это лень. Дети смеялись над заиканием. В ответ я замыкалась. Говорили, Что бездарь, Неспособная что-то запомнить. Только и умела кривляться. Все остальное недоступно. Некрасивая дурочка-кривляка. Кто же будет любить Такую дочь? Меня не любили. У меня была семья, Но ее не было. В жизни великих бывало, Когда материнскую И отцовскую ласку И внимание заменяло Внимание нянек Или гувернанток. Иногда это даже приводило К изумительным результатам. Не Надежда Осиповна, А Арина Родионовна Рассказывала Пушкину сказки. У меня не было Арины Родионовны. Бон своих просто ненавидела. Причем взаимно. Мечтала, Чтобы катаясь на коньках, Бонна немка упала И расшиблась насмерть. Но она каждый раз возвращалась Даже без синяков. Когда озвучивала Фрэкенбок через много десятилетий, Вспоминала не столько саму немку, Сколько свою ненависть к ней. Когда ребенку некому прислониться, Даже в семье нет плеча, В которое можно уткнуться, Он вырастает Либо преступником, Либо исключительно Замкнутой и одинокой личностью. Замкнутой я быть не могла. Актерство не предусматривает Ни стеснительности, Ни робости. Но оно родилось вместе со мной. Оставалось Одиночество. Одиночество взрослого, Прожившего жизнь, Страшно. Но объяснимо, Оно может вытекать Из этой самой жизни, Быть следствием Его собственных ошибок И эгоизма. Одиночество ребенка В тысячу раз страшней Одиночества взрослого человека. Дети не должны быть одиноки, Иначе они никогда Не будут счастливы в жизни. Я не обвиняю родителей ни в чем. Жили как могли И считали правильным. Но именно детское одиночество В семье Предопределило отсутствие Семьи у меня потом. Вокруг меня много людей. Но после смерти Павла Леонтьевны Вульф, Которая заменила мне мать Во взрослой уже жизни, И я осталась одна. Совсем одна. А сейчас, Когда пережила уже почти всех, Кому интересна моя жизнь, Моя внутренняя жизнь, Рядом только Нина Сухоцкая, Особенно одинока. Одна в толпе. Это еще тяжелее, Чем смотрителем на маяке На далеком острове. Я чувствовала, Даже понимала, Что меня не любят. Удивительно. Но воспринимала это Как данность. Не пыталась стать такой, Какой требовалась. Заискивать Или добиваться любви. Просто знала, Что не любят. Что лучше, Быть странной, Потому что не как все, Или одинаковой со всеми. Имя Фаина, По-еврейски фейга, Значит, Птица, Мне дал отец. Надеялся, Что я полечу. Полетела. Да только не туда, Куда он желал. Отец считал мою страсть К актерству И выступлением блажью, Если не дурью. И очень расстраивался Из-за откровенных неуспехов В гимназии. Это очень и очень трудно Ежедневно видеть, Что ты не соответствуешь ожиданиям, Особенно, Когда старшая сестра Им соответствует В полной мере. Была умница И красавица. Фаина, Некрасивая бездарь, Желание кривляться, Способностей Не считалось. Скорее наоборот, Почти позором. Пожалейте человека. Заберитесь к гимназии. Гимназия была Не просто повинностью, А самым ненавистным Местом на земле. Училась плохо, Потому что вычислять Выгоду купцов, Которые покупали товар По одной цене, А продавали по другой, Казалось почти преступлением. Выгода меня Не интересовала никогда. А в детстве особенно. Читать, читать и читать. Запоем. Все, что подворачивалось под руку. Рыдать, если героев обижали, А потом получать выволочки Или вообще розги за эти слезы. Я рано осознала, Что впечатлительность наказуема, Как и внешние проявления Душевных переживаний. Замкнуться в себе. Но я предпочитала лучше терпеть порку Или долгое стояние в углу, Но снова и снова рыдать Над судьбами героев. К сожалению, Книги дочитывались не всегда. Вовсе не по моей вине. Просто частью наказания За дурь Было лишение Той самой книги, Что вызывало слезы. Позже я все это перечитала И снова поплакала. Сейчас подумалось, Что это даже помогло Мне полюбить хорошую литературу. Человеку всегда хочется того, Что нельзя. И ценит он больше запретное. Особенно в детстве. Удивительно, Что моя впечатлительность И способность рыдать От одного слова Не добавляли материнской любви. А ведь Милка Рафаиловна Особо весьма экзальтированная, Способная безутешно рыдать От известия о смерти Чехова. Сама такая. А во мне этого не терпела. Вернее, старалась Не замечать меня. Для отца я была Просто бездарной лентяйкой. Мы прочитали с вами Всего лишь тринадцать страниц. Всего лишь. Но сколько боли Мы с вами прочитали. Вот теперь вы понимаете, Почему я не могла Оторваться от этой книги. Не могла. Все время, проходя мимо этой книги, Когда она лежала На моем прикроватном столике, Она меня тянула. Подтянула, как будто звала. Советую. Почитайте. Думаю, вам понравится. В этой книге В этой книге Также есть и афоризмы Фаины Раневской. Но, похоже, силы этой книги Не только в афоризмах. Силы этой книги В жизни Раневской. Надеюсь, вам понравилось. Я эту книгу покупала В доме книги Медведкова. Ну, я думаю, ее можно найти В любом магазине. Так что, мои хорошие Советы Почитайте. Продолжение следует...